Так, ассалам галейка, Урмитка, Казахстан, все кто смотрит мой канал, с вами Яргали. Сегодняшняя новость, очень интересная новость, я думаю, для тех жителей этих городов, которые вот сейчас я назову эти города, да, поименно. Я думаю, что для них эта новость будет очень интересная и особенно для молодежи, я думаю. То есть статья так и называется, какие города Казахстана могут стать селами. То есть уже вопрос решается, что 13 городов Казахстана могут потерять статус и стать селами, передает закон ТОЧКА КИЗЭТ. 3 декабря на заседании Сената Парламента Республики Казахстан было принято поправки в закон об административно-территориальном устройстве Казахстана, в которых предусматривается изменение статуса города районного значения на статус села. Говоря о поправках, сенатор Нурлан Бекназаров обратил внимание на города районного значения. Согласно действующим закону, к ним относятся поселения с населением не менее 10 тысяч человек. В настоящее время, по его словам, более 10 из 48 городов районного значения не соответствует этому требованию. Их статус может быть изменен из-за малочисленного населения. То есть вы все понимаете, что если поменяется статус, это уже будет абсолютно все по-другому. Так, в каких городах районного значения меньше 10 тысяч населения? Согласно Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, по состоянию на 1 октября 2020 года, в стране 14 городов районного значения имеют население менее 10 тысяч. Это вот, смотрите, это первое, это город Степняк, административный центр района Биржан-Сал Ахмолинской области. Это второе, это город Ерминтау, административный центр Ерминтауского района Ахмолинской области. Это город Державинск, районный центр Жаркаинского района Ахмолинской области. это город тимир город тимирского района город каркаролинска администрацию центр кар Каралинского района Карагандинской области род Казалинск город в Казалинском районе Форт Шевченко город Мангиставского области Казахстана на полуострове Мангышлаг мыс Тюб Караган город Сергеевка административный центр района Шалокын Североказахстанской области Город Булаева, административный центр района Мажан-Джумабаева, Североказахстанской области Город Мамлюдка, административный центр Мамлюдского района, Североказахстанской области Стоит отмечить, что по данным за 2019 год в городе Каражал, город областного подчинения, в Карагандинской области проживало 9664 человека В текущем году на 1 октября население состояло 18677 человек Какие еще города близки к смене статуса? Согласно статданным, близко к 10 тысячам человек населения следующих городов Это город Есиль, административный центр Массивского района, Ахмолинской области Саркад, центр Сарканского района, Алматинской области Тайнша, административный центр Тайнша, района Североказахстанской области Эмба, город в Магалзарском районе, Ахмолинской области Казахстана Население 11 808 человек, то есть близко Стоит отметить, что численность населения менее 10 тысяч человек Не предлагает однозначного смены статуса с города на село или другой населенный пункт Данное решение будет приниматься не сразу и после обсуждения на разных уровнях Одним из преимуществ поправки является то, что в случае изменения статуса города на село Проживающие там будут иметь доступ к государственной и социальной поддержке Предусмотренным законодательством для сельского населения Также жители смогут пользоваться рядом льгот, связанных с коммунальными услугами, служебным жильем, налогами на землю, имущество и так далее Еще раз повторяю, одним из преимуществ поправки является то, что в случае изменения статуса города на село Проживающие там будут иметь доступ к государственной и социальной поддержке, предусмотренной законодательством для сельского населения Также жители смогут пользоваться рядом льгот, связанных с коммунальными услугами, служебным жильем, налогами на землю, имущество и так далее Пишите, друзья мои, комментарии, что вы думаете по данному поводу С вами был Яргали, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки Ну и помогайте развитию моего канала Саламу алейкум, рахмэнту лайки Ва баракатух